МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Персональный акцент. В нашей стране многое делается под диктовку или содобрение внешних так называемых партнеров. Практически все, что власти называют реформами. Но выглядит это как гонки на тренажерах. Педали крутят, а движения вперед нет. Вот так и с пенсионной реформой, а точнее с антипенсионной реформой, из-за которой большинство пенсионеров стали еще беднее, чем были до реформы. Во что превращается жизнь тех, кто строил сегодняшнюю Молдову? И что ждет молдавскую молодежь в стране, где не развивается промышленность и не растет рынок рабочей силы? Поговорим с нашим гостем. У нас в студии член парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье. Депутат Владимир Односталко. Здравствуйте! Я не зря затронул тему, что внешние партнеры всегда с охотой или наоборот положительно воспринимают все инновации, которые реализует молдавское правительство и парламентское большинство, особенно в социальной сфере. Вот, например, тот сам факт, что Международный валютный фонд похвалил правительство за то, как реализуется пенсионная реформа, по мнению экспертов этой организации, это важнейшее достижение молдавского правительства, тогда как порядка 80% пенсионеров получают выплаты ниже прожиточного минимума. То есть за что хвалит Международный валютный фонд молдавских чиновников? Непонятно. На ваш взгляд, какова истинная цель пенсионной реформы, которую реализует, реализовала или не сумела реализовать молдавское правительство? Насколько помню, начали в 2016 году. В декабре месяце. В декабре, да. В 2016 году. Ну, сейчас у нас июль 2018 года. И что можно констатировать по этому поводу? Ну, во-первых, насчет по поводу того, что хвалят иностранные представители, иностранные финансовые доноры. Это все логично. Почему логично? Потому что в декабре 2016 года, когда была проведена так называемая реформа, она, кстати, как и правительство, голосовалась ночью, после 9 вечера. Тогдашний министр Стелла Григораш приходил, рассказывал, показывал, как это все будет хорошо. На бумажке, правда, но повествовали, как говорится. На сегодняшний день и что мы имеем, и что тогда они обещали, что очень важно. Буквально минутку, небольшой экскурс, чтобы была понятна логика всех действий и всего колоссального обмана пенсионеров и наиволидов Молдовы, который был на протяжении вот этих вот лет. Первое. Они увеличили возраст пенсионный до 63 лет. Это мы знаем. Это основная была тогда статья изменений. Второе. Видимо, главная цель, наверное, одна из... Это была главная цель, и мы сейчас только понимаем, почему. Второе. Это возможность для того, чтобы смягчить несколько эту статью, что тяжело доработать до пенсионного возраста и так далее, ввели пункт о досрочном выходе на пенсию. При условии, что у тебя есть полный рабочий стаж 33 года и, соответственно, тебе 60 лет. 63 года. Выход 60 у тебя есть. Следующий момент, который мы добивались очень долго, это перерасчет пенсии работающим пенсионерам. Они установили его. Добили мы этот вопрос раз в два года. Мы хотели раз в год. Раз в два года. Ну ладно, для начала начнем работать, смотреть. Но и здесь же они слукавили и обманули людей. Ввели эту норму только для пенсионеров с 1 января 2017 года, вышедших на пенсию. То есть те, кто сегодня работают, но вышли на пенсию до 1 января 2017 года, ничего им не видно. Эти люди... Вы работаете, вы выплачиваете мед, взносы. То есть вы как бы есть, но вас, в общем-то, и нет. Вы есть, но вам ничего не будет. Вот то, что вам там платят работодатели, и мы ту пенсию, которую вам даем, вот и все. А все остальное не касается вас, но вы платите налоги. Вот такая ситуация была. Еще сократились 7 или 8, сейчас точного списка нет на памяти, чтобы не ошибиться, не буду вспоминать, льгот и выплат различным категориям пенсионеров. Что мы имеем сегодня? В декабре месяце прошлого года, 2017 года, то есть ровно через год, то же правительство, те же докладчики, которые докладывали о том, что реформа это колоссальный успех, как вы говорите, о том, что это необходимая вещь, которая улучшит жизнь всех 713 тысяч инвалидов и пенсионеров в Республике Молдова, она нуждается в дополнениях и улучшениях. Они назвали дополнение и улучшения тем, что аннулировали статью, согласно которой человек мог воспользоваться нормой по выходе на пенсию досрочно. То есть сначала она как бы была. Да, за год воспользовались около 6 тысяч людей этой нормы. Это огромная масса людей. 6 тысяч человек, тогда когда у нас практически один к одному работающий человек, который платит взносы, и пенсионер, который получает пенсию, это очень много. Они отменили это все. Это было аккуратно перед Новым годом, когда праздника, когда люди особо не замечают. Мы тогда об этом много говорили, у вас в студии, в других студиях об этом много говорили. Следующий момент, они сегодня пришли с какой инициативой? Они говорят, коллеги, вы много говорили о том, что пенсионеры до 99-го года абсолютно никак не поддерживаются дополнительными мерами поддержки. И вот мы тут решили придумать следующее. Отменяем норму перерасчета раз в два года, то есть то, о чем они говорили, то, чем они хвастались и говорили, что это полезно, что человек должен получать дополнительные деньги, перерасчитанные деньги после выхода на пенсию, потому что он работает и платит. Противоречат сами себе. Слава богу, были честными, когда я спрашивал, ребята, ну почему же так? Вот я им рассказывал эту же логику, я говорю, поправьте меня, в чем проблема тогда и в чем сейчас? Они говорят, денег нет. Прошу заметить, это норма, раз в два года перерасчет вступает в силу с 1 ноября 2019 года. То есть вот аккурат через, грубо говоря, полгода ли людям нужно будет выплачивать. Они решили аннулировать то и ввести следующее. Для пенсионеров, вышедших, во-первых, очень важно, сразу хотел бы сделать ремарку, я буду говорить только о пенсионерах, работающих, либо работавших после выхода на пенсию и все. Остальных пенсионеров это не касается. Для пенсионеров до 1999 года перерасчет будет производиться в два этапа. Пенсионеров, вышедших на пенсию и работавших до 1999 года. То есть это категория. У тех, у кого стаж больше 15 лет, вы представляете, пенсионер, вышедший до 1999 года, отработав еще 15 лет и сколько их живет. Таких 2500 человек, данные на сегодняшний день, им будет перерасчет в следующем году, в 2019. Те, кто имеет менее 15 лет и вышел на пенсию также до 1999 года, у них будет перерасчет в 2020 году. Повторюсь, это только пенсионеры, которые работали после выхода на пенсию. Следующее. Но давайте мы будем честными. Согласно статистике, у нас таких пенсионеров чуть больше 80 тысяч всего. А работающих по их подсчетам 8 тысяч. То есть 10% из всего количества пенсионеров. Мягко говоря, лукавство. Мягко говоря. Что они, их логика в чем? Их логика в том, что на сегодняшний день у нас умирает в год 21-23 тысячи пенсионеров. Понятно, что остальные это люди взрослого возраста, дети и так далее. Понятно, что это пенсионеры не молодые, не которые там 60-65 лет, это люди уже очень и очень преклонного возраста, для которых каждый день это подвиг. И вот они планируют с 2019 года что-то делать. Мы понимаем, сколько не доживет этих людей. И как это кощунственно. Более того, под этот законопроект не заложено никаких финансов. Абсолютно. То есть продекларировано, но уже изначально они понимают, что исполнять его не нужно. Да, уже три недели правительственные телеканалы рассказывают каждый раз о том, что мы даем. Но никто не говорит, что отобрали у огромного количества людей право на перерасчет. Следующий момент. Те пенсионеры, которые вышли на пенсию от 2000 года и до наших дней. Здесь они придумали следующую формулу. Разделили их по количеству лет, работающих после выхода на пенсию. И соответственно каждый год будут производиться определенные категории. Ну вот, например, те, у кого от 15 лет стажа рабочего и высущие 1 января 2000 года, точнее, в 2021 году у них будет возможность перерасчета. Это все делается для всех пенсионеров исключительно по их личному заявлению. Если пенсионер не знает об этой норме, а у нас же старается молчать тогда, когда выдают деньги, никто ничего ему не будет делать. Но если, к примеру, сейчас очень много людей, у которых стаж 3 года, 5 лет, и они уходят на пенсию, и они прекращают работать тоже после пенсии, устают люди. Социальное обеспечение, медицинское обслуживание, уровень общественного здоровья в целом. Все на очень и очень сложном уровне, который требует доработок и улучшений. Это мягко говоря. И вот эти люди, у которых 2-3 года стажа, 5 лет даже стажа, будут иметь возможность перерасчета пенсии в 2027 году. То есть, проработав на пенсии еще какое-то время, вот пересчитают им уже по истечении... Совершенно верно. Вот у меня в понедельник на приеме были... Практически 9 лет. Надо ждать. Две женщины, которые вышли на пенсию после 2000 года. Одна проработала 4 года, вторая проработала 3 года. Ушли, потому что болезнь не позволяет, и уже устали люди. Говорят, мы там слышали, что нам сделают в этом году перерасчет. Я им показываю вот этот вот документ. Какие каналы, интересно, смотрели, где это слышали? И говорю, коллеги, 9 лет вам нужно ждать. Она говорит, вы меня извините, говорит, но вы думаете, что вы говорите, вы на меня посмотрите, я не доживу эти 9 лет. Вот, это логика нынешней власти. Мы растянем, мы покажем. То есть, вывод... Ну, пропиарим уже сейчас. Конечно, вывод какой? С одной стороны, тогда они показывали, что мы что-то даем. Постепенно на протяжении этих лет отбирается. На сегодняшний день отобрали право перерасчета пенсионеров. Просто системное. Не один раз в жизни, как они сейчас вели, говорят, вы один раз в жизни имеете право это сделать. А смысл тогда человеку, гражданину работать, после пенсии он проработал 3 года, пошел, подал заявление на перерасчет этой пенсии. Допустим, в 2021 году у него 3 года стажа есть. Он устал, он не может работать. И только в 2027 году он будет иметь возможность написать заявление. Это. Это аморально практически. Это, мягко говоря, аморально. Они отобрали у одних, дают, немножко дают, причем других. Денег-то больше не появляется. Просто ловкость рук, никакого мошенничества. Извините меня, но это действительно так. И суть реформы, возвращаясь к нашему началу, почему хвалят МВФ, другие доноры. Потому что изначально это было основным требованием, жестким требованием получения финансовой помощи, кредитов, в первую очередь, от международных валютных структур. Проведите пенсионную реформу, проведите социальную реформу. Продолжайте политику нынешней Майя Санду, которая кричит о том, что в стране ситуация сложная, которая довела до того, что у нас исход населения, вселение от школы, все переезжают в то село, где есть школа. Там закрывают, уезжают дальше. В лучшем случае переедут в другое село, они уедут в другую страну. Так вот, эта дама кричит сейчас, что все виноваты. При этом она это затеяла. Она привела в страну тех, кто нам показывает. После нее пошла реформа пенсионная. По той же схеме она убивала молодежь и родителей. Эти ребята продолжают убивать уже стариков. Скоро людей не останется в стране такими темпами. Многие говорят, что у нас 3,5 миллиона человек. Но перепись показала еще меньше. Ладно, что они долго считали. 3 года и методом столбика математического, а не как это принято во всем мире. Но вопрос в том, что у нас нет столько людей. Ну, это известно, что последняя перепись оказалась провальной. По причине того, что, видимо, те цифры, которые обнаружились, они явно не на руку сегодняшней власти. И никто особо и не хотел показывать реальные цифры. Вдруг неожиданно настало больше избирателей. При этом непонятно, каким образом уменьшилось количество работ. Вы помните, карандашиком заполнялись многие анкеты. Карандашиком выставлялась национальность. Румын в этих анкетах никто никого не спрашивал. Ну, к сожалению, вот так вот. Мы же помним, что та перепись была проведена на европейские деньги. Они даже здесь умудрились отмыть эти деньги. Так и в пенсионной реформе. Международный валютный фонд давит. Кстати, тогда начались переговоры по поводу 100 миллионов евро кредита, о которых говорится и сегодня. На днях там или вчера, или сегодня европейские структуры приостановили рассмотрение возможности помощи. Они уже два года обещают нам эти деньги, кредитные деньги. Унижаемся из-за 100 миллионов. Унижаем 700 тысяч наших граждан. Из-за 100 миллионов каких-то проводим реформы, которые убивают, заставляют людей уезжать. И на сегодняшний день это надо говорить уже прямо, к сожалению. Уже не знаю, насколько прямо, потому что они ничего не понимают. Они иногда кажутся, знаете, они проводят время только в кабинетах. Они не ведут прием, они не общаются с людьми на улице. Этого нет. Видимо, они себе, в общем-то, наверное, растят или создают иное будущее. Понимают, что чиновники, которые сегодня занимаются миссионной реформой, те, которые занимаются выдачей пенсии, оформлением этих пенсий, те, кто занимается медицинским страхованием, в общем-то, наверное, предполагают, что их пенсия будет несколько иная. Или же они себе уготовили другое будущее, где-то там отложив денег. Вот, кстати, возникает вопрос. А какая у них зарплата у этих чиновников? Вы знаете, у нас, к сожалению, получается так, что большинство чиновников, ну что есть чиновники, у которых зарплата небольшая, у которых зарплата плюс-минус приравнена к средней температуре по больнице в бюджетной сфере, возьмем так. Но есть чиновники, у которых зарплата 20, 25, 15 тысяч лев. Это достаточно много, с учетом того, что у нас минимальная пенсия 961 леев, либо средний прожиточный минимум по категориям 1866 леев. В городе это около 2000 леев, потому что понятно, в силу того, что здесь все дороже. Если взять, вот буквально позавчера в парламенте, или вчера рассматривался отчет кассы медицинского страхования, это того органа, который собирает в сне всех нас деньги за наше лечение, так сказать, о том, куда они потратили эти 6 миллиардов с лишним леев, которые собрали в прошлом году. У нас просто должны быть позолоченные больницы, во всяком случае снабжены всем необходимым. Возможно, у кого-то позолоченные палаты, возможно, у кого-то даже позолоченные зубы или протезы. Может быть, это смешно действительно выглядит, но так и есть. Что касается зарплаты, у нас на сегодняшний день доктора, сфера здравоохранения, доктора в среднем с учетом районных больниц, муниципальных больниц, республиканских больниц, вот средняя температура по больнице около 300, около 6 тысяч леев. Около 317 долларов, по-моему. Это зарплата врача? Это зарплата средняя. У кого-то больше, у кого-то меньше. И это с учетом того, что эта же зарплата включает в себя зарплату руководителей, зарплату заместителей, руководителей больниц, медучреждений и так далее, зарплату бухгалтеров. Кстати, по поводу бухгалтерии. Касса медстрахования — это своеобразная бухгалтерия, которая собирает эти деньги. От министерства они получают рекомендации с тем, какие услуги необходимы нашим больницам, всем медучреждениям, поликлиникам, центрам здоровья и так далее, центрам ментального здоровья и проводят конкурс на закупку услуг. И, соответственно, валидируют случаи госпитализации, приемов, всех процедур диагностических и так далее. Так вот, средняя заработная плата к нами — более 12 тысяч лейф. Это средняя. Тогда как у практикующих врачей зарплата гораздо вдвое меньше. У практикующих врачей они вдвое меньше средней. У молодого специалиста сегодня 4 тысячи базовая зарплата. Была 2 базовая, сегодня 1-4. Регламент был принят по новым зарплатам, по новой сетке начисления труда в 2015 году. Изменений никаких нет. Молодые ребята, выпускники как бежали, так и бегут. Хуже всего, что сейчас стали бежать уже и так бежали. И средний возраст докторов, люди пенсионного возраста, понятное дело, они уже остаются здесь в силу объективных причин. Но сейчас Румыния открыла в прошлом году доступ на свой рынок здравоохранения трудовой. Признали наши дипломы, приравняли их, наши медицинские дипломы. Люди туда бегут, потому что там зарплата объективно больше. При том, при всем, что с Румынией врачи бегут дальше в Европу. Не исключено, что наши так же поступят. Какое-то время там побудут и после этого убегут. Кстати, вот по поводу зарплаты. Вчера Новак задавал вопрос на заседании парламента. Поэтому депутат Новак Григорий с нашей фракции по поводу, спрашивает у директора КНАМа. Скажите, пожалуйста, а у вас какая зарплата? Тут деликатно обходит этот вопрос, но в декларации о доходах у них зарплата 44 тысячи лев в месяц. Представляете, 44 тысячи. Я называю бухгалтерией КНАМ. Они просто распределяют деньги. Но это сумасшедшие зарплаты на самом-то деле. Понятно, что с таких зарплат и пенсии будут совершенно другие. И если мы возьмем зарплату по сфере образования, это 262 доллара на сегодняшний день. Средняя зарплата. У кого-то больше, у кого-то меньше. Отсюда у нас так же проблема, что молодые специалисты бегут и не приходят. Сейчас идет прием в педагогический университет. Во все университеты идет прием. В педагогический университет мало кто приходит. Почему? Потому что зачем задаются вопросом молодые люди? Профессия не престижна стала. Потому что унижают. Каторжный шахтерский труд. Они обязаны все делать. Они во всем виноваты. На школу сегодня все, что хочешь, повесили. Следующий момент. Если возьмем сегмент воспитателей в детских садах. Это же вообще страшно. 1500 лев заработная плата. 2000 лев в лучшем случае. И то, если у нее есть опыт. Но откуда молодая девушка, которая пришла из района, из села, из районного центра учиться сюда, в Кишинево. Выучилась в педагогическом университете Иоанн Крянга. Идет работа в садик на чеканах. У нее нет ни жилья. У нее есть только ее зарплата. На 1500 лей она не снимет ни жилье, не прокормится, не купит одежду. Как она будет работать? И вот такая вот ситуация у нас во всей сфере образования на сегодняшний день. Причем начиная как от дошкольного, так и высшего. Отсюда у нас и другие проблемы. Я понимаю, что как цепная реакция возникает проблема и уменьшения учебных заведений. Ведь смотрите, мы теряем уже много лет. Начиная с 2010 года сокращаются учебные заведения. Сокращается количество, я знаю, где-то примерно около 10-11 тысяч педагогов у нас уменьшилось. Порядка ликвидировано 280 учебных заведений. Если, конечно, я располагаю точными цифрами. Это школы? Да, это школы. Они уже к 400 приближаются. Уже дошло до этого. Что касается школ. Это и гимназии, и даже где-то лицеи закрывали. То есть речь идет о целенаправленном сокращении? Или это уже констатация того, что народное население так уменьшилось, что не востребованы ни педагоги, ни учебные заведения? Ну, опять же, давайте, вот вы очень правильно сказали, с 2010 года. Мы тогда помним, начались знаменитые реформы новые. Пришла вот эта вот так называемая проевропейская воровская власть, ну что воруют на протяжении всех этих лет. Начали придумывать реформы, им начал Запад здесь подмахивать, говорит о том, какие они хорошие и так далее. Начали вводить, тогда уже у них появилась идея о оптимизации школьных учебных заведений. Как дошкольного типа, так и школьного типа. А следствия уже пойдут на среднее и высшее звено. Майя Санду, сегодняшняя дама, которая, опять же, кричит на всех и говорит о том, что она ярый борец с режимом, является сама частью этого режима. Она сама инициировала, внедряла, следила, проверяла, контролировала весь процесс ликвидации школ. Когда у нас ликвидируют школу, соответственно, люди с этого села уезжают. Люди, когда уезжают из страны, их становится меньше. Это естественно, то, что молодежи становится меньше. Если раньше была ситуация вот с выездом людей, мы сейчас вернемся к образованию, уезжали просто родители, потом забирали детей, то сейчас они забирают уже престарелых родителей своих тоже с собой. То есть, подчистую оголяется земля молдавская. Вот эта вот дама закрывала школы. Мы пришли к тому, что у нас сегодня уменьшилось количество студентов, школьников, потому что процесс-то с годами позволил этому идти. Люди уезжают, люди не доверяют государству. Это того, что люди бегут из страны показатель недоверия к системе в целом, ко всем системам государства, всем социальным, и образованию, и здравоохранению, и пенсионной системе. И дальше, дальше, и дальше. Школы закрыли на сегодняшний день многие. Уменьшилось количество студентов, уменьшилось количество учеников, уменьшается количество учеников, которые идут в первый класс, уменьшается количество учеников, которые заканчивают начальную школу, то есть четвертый класс, потом девятый класс, среднюю школу. А почему так происходит? Потому что на протяжении этих лет родители забирают ребенка, уезжают, забирают, уезжают. Они не видят будущего, а это огромная проблема. И еще один такой парадокс. Казалось бы, тысячи педагогов остаются без работы, но при этом в системе не хватает педагогов. Все же очень просто. Эти люди уезжают из страны. Он остался без работы, он уехал. У него два варианта. Либо на базар краску продавать. Я знаю очень многих учителей, кто продает на базаре краску, потому что она там зарабатывает 250-300 леев в день. У нее гарантированно есть этот доход. Она принесет домой, и она дома прокормит и что-то сделает. А в школе такого нет. В школе ты еще отвечаешь за весь класс. И ты виновата за все, что там происходит. Массово неклассные работы, плюс обязанности, которые необходимы по обслуживанию микрорайона, который закреплен за каждым педагогом. То есть там много-много всяких элементов. И на сегодняшний день, подводя вот такой короткий итог, благодаря Майе Санду, благодаря нынешнему правительству, в том числе, потому что все это все-таки одна гашка, будем так говорить, как оно есть, мы имеем ситуацию в образовании такая, какая есть. Но хуже всего что? Что динамика-то негативная. У нас, если по БАКу возьмем, к примеру, данные... Хотелось бы понять, какая ситуация здесь. Все-таки, опять же, привязана к имени Майе Санду. Я так понимаю, что если не детища, то, во всяком случае, непосредственно организация этого экзамена, это ее заслужило. Совершенно верно. В том-то и дело. Ведь, понимаете, этот человек за что ни брал в руки, все умудрился испортить. Автобусы покупали для детей. Вы помните ту аферу? Да. Ее начал покупать при господине Шляхтицком, тоже от Филата, от ее шефа, министра образования. Потом он еще был советником президента по образованию прошлого. Начали закупать автобусы. Непонятно какие, непонятно в каком состоянии. Посмотрите, сейчас многие перекупили эти автобусы, закупили уже другие, потому что как проходили тендеры, только не зная, сколько они обогатились и так далее. Майя Санда уже продолжила весь этот процесс, возглавив, подняв флаг закрытия школ, все больше и больше. Бак. В 2014 год у нас только 58% сдало. Вы помните тогда скандал был, родители в слезах, как так мой ребенок учился. То есть закрыты двери в высшее учебное заведение? Да, конечно. Конечно, потому что проход, наверное, проход в ЧНА, проход в прокуратуру, не знаю еще, здание со спецрежимами, он, наверное, более облегченный, чем проход на экзамен бакалавра был. И состояние там, наверное, надзирателей меньше в тюрьме, чем надзиратели, когда ребята, девушки и парни сдают экзамен бакалавра. В 2015 год 73%, в 2016 год 77% сдали, в прошлом году 68% сдали. Но, опять же, мы видим некоторое увеличение, которое было этих цифр. Да, в этом году и было снижение в прошлом году, в этом году 62% это предварительные данные, потому что еще не был приведен второй подход, когда пересдача возможностей. Но, я думаю, цифра не увеличится очень сильно, потому что, как по практике прошлых лет, плюс-минус от тура к туру не увеличивается эта цифра. Вот, пожалуйста, экзамен сдачи бакалавра. Посчитали за панацеей, взяли европейскую практику, европейцы опять начали хвалить, опять международные финансовые институты, ребята, вы молодцы, вы лучше. Да, но это у вас в Европе, возможно, такие модели работы, они подходят к вам, потому что у вас другое население, у вас по-другому вы живете, другой менталитет, несколько другая культура, другая экономика. Возможно, есть работа для тех детей, которые, не получив доступ к высшему учебному образованию, могут найти применение себе впоследствии. Там есть работа у родителей, в первую очередь, поэтому родитель, приходя домой, он может позволить себе не искать лишний час выспаться, потому что уставший пришел с двух работ, либо на одной каторжник, а уделить время ребенку, помочь ему с образованием, направить, спросить, как дела, и так далее, и тому подобное. Ведь общение у нас тоже очень важный элемент. И на сегодняшний день эта система порочная вырезала элемент общения, элемент хорошего внимания, элемент отношений к семье, из семьи, потому что дети приходят... Давайте посмотрим, почему такой бакалар. Во-первых, я не буду здесь как-то ругать учителей наших, потому что эти люди тоже перегружены, получают копейки за свой труд, а отвечают за все. Но при всем при этом, когда мы вводим бакалар, давайте мы подготовим этот этап, чтобы был какой-то переходной этап, подготовим учителей, подготовим ребят, объясним, чтобы это на уровне понимания нашего, молдавского, люди понимали, что такое бакалар. Нет, это Европа, а если Европа, то хорошо. Но извиняюсь, секс-меньшинство тоже в Европе, и это далеко нехорошо. Должно быть хорошо. И это нехорошо, может быть, кому-то из правительства действительно хорошо, но это их дело, мы их не дискриминируем, пусть они там что хотят делают, но без нас это спокойно. А еще лучше где-то там, но не у нас, в стране. Получилась такая ситуация с бакалавром. Посмотрите на данные, мы же калечим десятки, тысячи ребят, тысячи ребят, мы же калечим не сдачей бакалавра. Сколько молодежи ходит с одним экзаменом, не сдали, либо английский, либо математику, либо какой-то другой. Президент вышел с инициативы в прошлом году, вы помните, что касается бакалавра, чтобы сделать его профильным. Хочет студент, молодой человек, будущий студент пойти учиться, к примеру, на математику, вот он занимается сдачей экзамена в реальном профиле по этим предметам. Исключительно. Он не лезет в гуманитарию там, где у него сложно на сегодняшний день, потому что он имеет способности, что очень важно, к другому направлению. Давайте не будем гасить эти способности, давайте дадим человеку пройти дальше. Также по другим примерам. Медицина, инженеры и прочее. Опять же, эти взяли, товарищи, извиняюсь, что говорю эти, потому что иначе назвать не могу. Попытались что-то там улучшить. В конце концов, приняли. Да, не настолько это было правильно, сколько это было прописано в законодательной инициативе президента, но мы надеемся, что сейчас это будет потихонечку внедряться. Когда это будет, пока сложно сказать, но это лучший вариант, чем обязательно поголовная сдача экзамена бакалавра. Не хотят люди сдавать, но не надо их заставлять. Не надо заставлять будущего инженера заниматься профессионально-гуманитарными науками. Он не может это делать. Ведь в Европе оно именно так, там профильные бакалавры в том числе есть. Бакалавр биологии, медицины, инженерии, психологии, литературы, языковедения и прочее. И ничего страшного, Европа не беднеет, никуда не уходит. А у нас нужно, опять же, отчитаться ради бумажек. И поэтому в целом сфера образования на сегодняшний день в коллапсе. Мы ее даже не можем назвать системой образования, потому что системы образования на сегодняшний день, как таковой, в классическом смысле этого слова, в определении, ее нет. Ну, министр, кто у нас? Она с образованием разве была связана? Ну, о чем мы говорим? Видимо, в этом и главная причина, почему на заседании парламента фракция партии социалистов требовала заслушать министра образования. Конечно, на сегодняшний день эти цифры, они ужасные. Эти кричащие, страшные цифры. Нужно реагировать срочно, нужно разбираться, что происходит. Помните, в прошлом году был скандал с оценками? Скандал на предмете физики, когда оценивали неправильно, и задания были неправильные сами по себе. Эту схему, эту аферу раскрыли наши депутаты, Влад Батеринча с коллегами, и сколько слушаний было проведено, спецкомиссия заседала по этому поводу. Никто не наказан. Почему? Потому что покрывают друг друга. То есть, и бы целенаправленно организовать вот таким образом халатно, халатно. Просто настолько подходит к этому моменту безответственно, чтобы потом, в конце концов, сказать, ну, виноваты дети, все-таки вот вы не выучили, вы не доучили. Но при чем здесь они? Ну, при чем здесь они, когда вы на своем уровне, на уровне чиновников министерства, не можете подготовить правильные тесты. Я не говорю сейчас о педагогах и учителях, которые исполнители тех заданий, которые приходят сверху с министерства. Ну, в пору сказать, что ситуация, что с пенсиями, что с тем, как организована, ну, в общем, система образования молодежи, она нуждает определить это таким вот мрачным определением, ну, депрессивным. Депрессивное состояние с пенсионным фондом, депрессивное состояние с медстрахованием, депрессивное состояние даже вот с системой образования. Потому что мы, у нас не увеличивается количество выпускников, не увеличивается количество выпускников, которые, ну, знаете, восхищают своими результатами. Ведь не так давно, если кто-то смотрел, допустим, Российские телеканалы, там был героем одного из материалов, причем на многих телеканалах, выпускник одной из школ, который четыре раза сдал ЕГЭ на 100 баллов. То есть он 400 баллов получил, понимаете? То есть он четырежды сдал, и он доказал четыре раза, что знает в совершенстве. Сильная школа, какая подготовка учеников. И каков стимул, в общем-то, это как бы подтягивает остальных тоже стремиться быть на уровне, потому что понимает, что хорошая сдача пустного экзамена открывает двери в будущее. Доступ к бюджетному образованию, доступ к лучшему образованию. А образование — это как раз тот самый социальный лифт, который позволяет всем нам продвигаться вверх. Становишься более востребованным человеком, соответственно, и растешь как профессионал. Но вот эта депрессивность, ведь, знаете, как бы этого, наверное, не хотелось, но подводит нас к такой части нашей беседы. Вы ведь, помимо того, что член парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье, вы еще и член специальной комиссии. Вы зачитывали доклад в ходе заседания, доклад специальной комиссии по разработке пакета законодательных поправок в области предотвращения, ну, страшное такое слово, самоубийство. Я, как журналист, и мои коллеги, мы все отслеживали, в общем-то, ситуацию с этим, особенно, когда на протяжении буквально вот весны или начала лета было много случаев, не будем говорить много, но были случаи, когда вот происходило это страшное событие, и по-разному полиция давала оценки, где-то несчастный случай, где-то действительно подтверждался факт суицида. Вот здесь, в чем причины, на ваш взгляд, что служат вообще основой для вот этих, будем говорить, страшных событий в человеческой жизни, и как предотвратить, как сделать так, чтобы суицид, это явление ушло из нашей жизни, что сделать необходимо? Понятно, что, наверное, это такой, знаете, вопрос из области фантазии, но тем не менее, ведь хотелось бы, чтобы молодая жизнь не прерывалась в самом своем рассвете, именно в стадии разгона. В прошлом году, 23-24 марта, была создана решением парламента спецкомиссия по расследованию тех случаев, о которых вы сказали. Почему она была создана? Потому что вопрос, наверное, все-таки, когда касается молодых у нас, есть какие-то более положительные сдвиги, кто-то начинает что-то делать. С самоубийствами мы меньше обращаем внимания, когда это взрослый человек, либо человек среднего возраста. А когда дети, либо подростки, совершают подобные действия, это крик души, это поднимается общественность, поднимается пресса, политики начинают говорить об этом, и происходят какие-то вещи. Тогда весной, к сожалению, и нашу страну затронул он тот вирус, который был в социальных сетях, который толкал ребят на подобные действия. Почему об этом мы сейчас тоже поговорим? И это послужило тем, что мы инициировали фракции социалистов, парламент, инициировали создание этой комиссии, куда вошли представители абсолютно всех фракций парламента, это и коммунисты, и демократы, и либерал-демократы, и либералы, и независимые. Абсолютно все вошли. Комиссия работала достаточно долгое время, даже продлевали срок работы, потому что пришлось заслушать большее количество игроков, большее количество участников, организаций, ведомств, министерств. Всех слушали внимательно, никого не перебивали, задавали вопросы. Но по итогам этого рапорта мы сделали вывод следующий. На сегодняшний день, давайте немножко статистику я дам, но дам ее тоже так аккуратно, чтобы не рекламировать лишний раз. Дам статистику 2015-2016 года, не буду давать статистику более поздних лет, потому что там ситуация немножко страшнее. В 2015 году у нас попыток суицида было 697. Это именно в среде молодежи. Это мы говорим всего сейчас, и поделим на молодых, на категорию молодых, подростков, несовершеннолетних и взрослых. Вот всего было 697 попыток, из них 594, это взрослые люди делали попытки, и 103 это были несовершеннолетние. Из них суицидов, которые закончились уже, к сожалению, смертью, 343 случая, 333 взрослых и 10 несовершеннолетних. А вот в 2016 году рост на 130 лишних человек. 815 попыток уже, было 697, 815, 683 взрослых, и, внимание, 132 несовершеннолетних попытки. И у нас 23 по итогам несовершеннолетних человека заканчивают жизнь самоубийством. 17-й год, данные еще страшнее, просто говорить не будут с учетом вон той волны. Почему это происходит, почему у нас в Молдове это особо вот так вот появляется? Во-первых, давайте посмотрим по статистике. У нас каждый день умирают 2 человека от суицида. Ежедневно 2 человека. Вот казалось бы, мы прожили день, у нас все хорошо, мы сходили в парк, пришли на работу, а где-то это случилось. Об этом не говорится, но эта ситуация есть. Я не знаю, сколько в ДТП погибает, но страшные цифры. Отчего это происходит? Значит, в сельской местности людей больше. Заканчивать жизнь таким методом, оно и понятно, жизнь намного сложнее. А фактор социально-экономический и фактор семейный, социально-экономический, потому что меньше зарабатывать, тяжелее жить, семейный, потому что, как правило, большинство людей оттуда уезжает, семьи остаются с одним родителем, либо один мужчина остается, и очень тяжело это все переносить. Это происходит по одной простой, большой мотивации, сложной ситуации в стране, сложной ситуации в семьях, вследствие тяжелой ситуации в стране, когда у нас на сегодняшний день одна из причин, там есть целый список причин, почему взрослые люди, если возьмем категорию взрослых людей, первое, это семейные проблемы. Семейные проблемы, они складываются тогда, когда кто-то уезжает, это недостаток общения, но люди много работают, у нас-то и отдыхать сложно поехать куда-то, зарплаты маленькие. Когда касается вопрос просто местного отдыха, когда ты работаешь, тебе отдыхать не хочется, ты думаешь, как выспаться, это вопрос отношений к семье, это вопрос отношений на работе, это вопрос отношений с ребенком, это боли неизлечимые, которые на сегодняшний день есть, это очень тоже важный вопрос. И многие-многие другие. Что касается детских несовершеннолетних, возьмем мотивов, это у нас в первую очередь, к сожалению, сложные семейные отношения. Это подавляющее большинство, более 50% и попыток, и, к сожалению, трагических случаев совершившихся, эта причина заключается в сложных отношениях. Неразделенная любовь у молодых ребят, влияние внешним фактором. Сюда входят как плохие компании, так плохие виртуальные компании и так далее и тому подобное. А также феномен буллинга. Буллинг, в том числе и кибербуллинг. Это тогда, когда у нас в школе, к примеру, есть там мальчик или девочка, которые все подшучивают над этим ребенком, издеваются, где-то дернут, где-то подтолкнут и так далее и тому подобное. То есть делают его изгоем? Что-то вроде этого. И ребенок, соответственно, принимает какие-то решения очень сложные. И вот тоже такое у нас в школе есть. И я сейчас не критикую школу, я просто говорю, одна из причин, и причем вот это все, это исследование Организации Всемирного Здравоохранения. Это не наше. У нас в стране нет ни одного исследования, которое бы помогло выявить, а социальный портрет, социально-психологический портрет человека, самоубийцы, того, кто совершает попытку, предрасположенного к самоубийству, в том числе по возрастным категориям, по социальным статусам. Понять, что это за человек, как с ним вести профилактику, как с ним предотвратить это все дело. У нас в стране нет на сегодняшний день служб, которые бы занимались работой с семьей, которая осталась без родственника, вследствие с семьей, которая осталась с этим человеком, находится, но он совершил попытку, либо с одними из супругов. У нас нет центров временного содержания, к примеру, как в Санкт-Петербурге. Был такой пилотный проект, они сейчас расширяются. Когда создавали специальную службу, создавали специальный центр размещения, где эти люди живут какое-то время, с ними работают, там находятся в том числе и их родственники, они возвращаются к жизни, они возвращают себе эту радость. Этого у нас, к сожалению, нет. У нас есть центры ментального здоровья, но центры ментального здоровья, они перегружены, во-первых, недоукомплектованы, начнем с этого. Там в составе должно быть не менее 10 человек, и психиатр, и психолог, и другие. На сегодняшний день единицы районов, где штатные единицы укомплектованы. Почему? Потому что специалистов, во-первых, нет, во-вторых, очень маленькая заработная оплата. Это первый момент. Что касается, кроме того, мы знаем, что много из этих людей, одна из причин — это боли, психические боли. А вы помните, у нас несколько лет назад выпустили всех людей, которые нуждались в стационаре из специализированной психиатрической больницы, под предлогом того, что нет пациентов. Может быть и нету, но эти все люди сейчас на улице ходят, а они нуждаются в уходе. У нас есть молодежные центры, которые, опять же, неукомплектованы специалистами. Их работа носит очень узкий характер, они в районах, и они финансируются из местных органов власти и из центрального бюджета в том числе. Финансирование недостаточно, поэтому они не могут охватить всю молодежь, чтобы эта молодежь чем-то была занята. У нас на сегодняшний день проблема с наркоманией огромная. Это тоже один из факторов. С алкоголизмом, особенно пивным. Молодежь пьет пиво очень много, если вы видите пивное лобби, у нас колоссально сильная на сегодняшний день. Реклама везде. У нас не рекламируют здоровый образ жизни. У нас учебники и так не рекламируют либо какие-то книги, как пиво на сегодняшний день. И это есть проблема. У нас на сегодняшний день в стране нет суицидологов, которые бы занимались этой проблемой. Нет этих специалистов. Почему нет? Потому что этих специалистов не готовит нынешняя система образования. Ведь на проблему никто не обращал внимания. Ей-то не год, не два. Этой проблеме много-много лет. И вот сейчас она выявилась, и сейчас мы пытаемся решить. Мы подошли к этому вопросу очень серьезно и предложили ряд законодательных инициатив, в том числе изменения в законе о защите детей, которые находят ситуацию риска, номер 140, чтобы наконец-то были специалисты. В том числе киберзащита, в том числе усиление, ужесточение уголовной ответственности, чтобы это все предотвратить. Но самое главное, знаете, то, о чем вы сказали в прошлом году, когда много это тиражилось в прессе, у нас не вся пресса добросовестная. Телеканалы и интернет-пространство. У нас же нет такого понятия журналист-доконодательства. Мы обнаружили, оказывается, нет. И мы не можем понять, кого наказывать, либо санкционировать. Обратились к СТР с вопросом, чтобы они обратились к определенным телеканалам, от имени комиссии мы обращались, с просьбой, чтобы они приостановили ту подачу информации об этом деле. Они говорят, да, мы обратились, это все на уровне рекомендаций, но понимаете, все от редакторов зависит, как они там видят ситуацию. Здесь все равно двояко. Я знаю, что такое координационный совет, и где надо, они умеют нажимать, когда им это интересно. Владимир, у нас с вами не осталось, к сожалению, тема крайне болезненная, крайне интересная нам, журналистам, потому что мы, ну, знаете, в большинстве своем, что бы ни говорили о представителях нашей профессии, мы люди одинаково болезненно воспринимаем все, что происходит в нашей стране, негативно, и очень переживаем, и хотим исправлять ситуацию, хотим работать на исправление ситуации. Поэтому я вам обещаю, что мы ближайший эфир с вашим участием посвятим этой теме более детально, для того, чтобы разобрать и причины, и возможности изменения вот этой вот трагической статистики. Спасибо, что вы пришли к нам, и я надеюсь, что следующий разговор мы закончим немного на более позитивной ноте, и разберем ситуацию детально, и, так сказать, подвернем ее анализу. Большое спасибо. Буквально два слова. Ваш телеканал единственный, который тогда, во времена тех страшных, когда происходили эти события, подготовил и отснял фильм. Ваши журналисты были, в том числе интервью брали у меня, по поводу тех страшных событий с подростками. Это фильм не просто рассказывающий и устрашающий об этом, это фильм инструкции для родителей, как предупреждать. Даже там профилактические, очень многие вещи были. Поэтому спасибо вам большое, что вы подошли с точки зрения правильной подачи информации. И вот очень правильно и к месту подвели ту информацию, которая нужна была в тот момент обществу, что очень важно. Спасибо. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был депутат парламента Владимир Односталко. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Семкин Корректор А.Егорова»